Идеи должны. Хайрули. Как-то вот пропало это звено УСКА на площадке. Не знаю, связано с тем, что Яшкин был переведен. Глотову. И Жофярову. Что Гусев не заметен. Что Гусмудинов, что Хайрулин. Ждут своего часа. Класса. Шайба в основном у ЦСКА. Григоренко. Получился бросок. А, Грюшка ломается, да. И в другую сторону пошла Гусев. А это Бардаков. И прям пулей вверх от щитков Рейде Борна. Вот только щас присоединилась. Видите, как высоко взмыло. А, тут еще у Николаева клюшка выпала. Ну, давайте смотреть, да. Жофяров отыгран. Раз. И Глотов отыгран. Блокирует Слепышев. Блокирует Слепышев. Страшок очень приличный Камалов нанес. А это уже пополам клюшка у Пидана. На отбой ЦСКА пытается сыграть. Падает Жофяров. Уже силы закончились. Передачу между ног решил себе сделать. 25 секунд до завершения второго овертайма. Пятый период подходит к концу. Глотов. А вот она. Слепышев. Четыре секунды позволяет себе обводку. А что не бросить-то? И здесь не забили. Да? Перед вами. А бросочки все копятся. Смотрите, уже 52 у ЦСКА. Ну, еще бы, за пять-то периодов. У СКА 46. СКА заблокировал 27. Вот набрасывание они прямо начали идти ноздрям-ноздрям. За вычетом первого периода. 50 выигранных единобородных. Ну, и опять, да, в атаке ближняя скамейка. Если ты в обороне, твоя далеко. То есть, по идее, надо играть в атаке. Вот как они и пробовали в первом овертайме. Сначала лучше получалось у СКА. А потом у ЦСКА. Соркин. Пидан эту шайбу перехватил. И Игорь Ожиганов аккуратно в среднюю зону выводит. Да, по свободному коридору. Гусев. Добивание Хустудина. Шайба задевает сетку, но снаружи. Потом уже не дали добавить. Гусев. Пидан. И подбросок. Помните отсюда, да? Вот этот же парень так зарядил. По ходу второго периода. Ну и, естественно, наша камера его вылавливает мгновенно. Вот один в один. Даже те же участники практически. Гусев зарядил Никишина. Ну, это проброс. Как-то так нерасчетливо Никишин сбрасывал шайбу в зону. Ну, вот так входили. С чего все начиналось. Бросок Гусева. И тут на добивание устремляется Хустудинов. Вообще, хороший момент был в Узка. Ну, там Несерев еще подстраховал. Клюшечку подставил. А так бы, может быть, и дошла бы шайба до ворот. Ну, и вообще, вот позиции даже у Никиты Гусева отдавать не стал. Но хотел сам решить судьбу из Бизона. Сергей Викторович уже в записи полез. Он уже забыл, с кем играет, кто играет. Секундомер, может быть, уже даже включает. Разрядился. Может, батарейки уже менять надо. Там заготовочки какие-то. На случай-то. Что, мол, может, там Брюквин еще есть, если что. Брюквин есть. Но сегодня без тринадцатых, безрезервных нападающих. Дебленко. Светлаков. Глотов. 3-2 катит, но он на возврате с Лепышев. Глотов, бросок. Тоже в дальний. Ну, тут тоже все по классике. Если Рейд Эборн иногда позволяет себе отбить куда-нибудь в сторону, то у Николая совершенно другой подход к броскам. Откуда бы они не наносились. А Глотов все бегает. Шестой период, а он все бегает. Прямо моторчик там у него. Уже массаж надо делать. Да, ноги, наверное, сводит. Провольним. И Бардаков стартовал. Открылся, получил. Добавил ногами. Чтобы обострить. Ну, а это Абрамов, да? Да, Абрамов как марафонец на финише. Да, вот это, конечно, четвертое звено у ЦСКА, они такие моторные ребята. Выходят и прям там мучают. Оно многое, что придало игре ЦСКА сегодня. Когда было прям тяжело москвичам, и где-то команда Федорова буксовала, долго не могла выбраться из своей зоны, а такие моменты по ходу этого матча мы видели, то четвертое звено в таких случаях действовало довольно эффективно. Там было кому убежать, Абрамов, Балдабов, понятно. Нигачев больше за такую мышечную массу этого звена отвечает. Так, Николай, куда поехали? Что такое? Поправить амуницию. Что-то там расстегнулось у него. Ну, просто пообщаться с трудящимися. А, лезвие, может быть, поменять надо? Затупилось. Ну, сейчас это можно быстро сделать. Самое интересное, знаешь, обычно там, когда вратарь подъезжает, там кто-то возражает, там говорит, вот, давайте, меняйте. А тут все, наверное, обрадовались, что Николаевы лезвие надо менять. Да, все понимают, что тут каждому этот пит-стоп может пригодиться сегодня. Так что все. Все равно смотрите на современные технологии. Да, все, новые шины шипованные. Ну, и дальше вперед и с песнями. Вот сам вот и польский думает, ну да. Промеслово, а то сейчас выходить еще, да? Кстати, вот послезавтра, может быть, и после такого затяжного матча и других вратарей увидим. Ну, ладно. По самочувствию, естественно. Практически Формула-1. Колеса поменяли. Гол! И матч на этом закончился. Вот такая смена колес Дмитрия Николаева. Бросок с дистанции. Никита Нестеров, по-моему, заряжал. ЦСКА! ЦСКА выигрывает первый матч серии. Изматывающая игра. Вот так концовка, вот так кульминация. Поздравляем москвичей продолжение борьбы в этой серии. Послезавтра с участием этих же команд в этом же городе, на этом же льду. Ну, смотрим, давайте. Вбрасывание. И сюда. Бах! Финиш. Владимир Горчик, Леонид Вайсвельд. Для зрителей телеканала Матч ТВ. Пока. Финалы только стартовали. До свидания. Да, ну что ж, очень интересная игра. По крайней мере, по напряжению, да. Ну, шайб, может быть, не так много заброшено. Там три за... Больше, чем за пять периодов. Там за шесть. Ну, за шесть неполных периодов. Но, с другой стороны, такое напряжение. Ну, а сейчас интервью послушаем. Роман Борисович, очень много сил, очень много энергии оставлено. Но какие выводы? Какой момент стал ключевым? Первая игра. Игра шла до одной ошибки. Совершили одну ошибку больше. Пройдем работу. Серия только начинается. Работаем дальше. Готовим к следующей игре. Спасибо. Удачи послезавтра. Спасибо. Статистика. Это уже точно итоговая. 55 бросков в створ от ЦСКА. Этим воскресным вечером у петербуржцев 49. Ну, вот видите, 29 еще сказ заблокировал. На вбрасывании перевес остался за ЦСКА. И вот из стандартного положения пришел этот гол. Сергей Викторович еще часто любит говорить о деталях. Я думаю, что вот этот вот нюанс он сегодня должен упомянуть. Так что вот сейчас предоставляется слово главному тренеру армейцев московских. Как вы считаете, помогло победить сегодня? Я думаю, ребята настроились правильно. В первом периоде, как ни странно, показали, что я об этом говорю, я имею в виду, показали достаточно хороший хоккей. Ну, и терпели, старались. В принципе, последние 2-3 периода овертаймом плюс-минус показывали. Именно такой хоккей в результате удалось забить важный гол. Хотя хочу сказать, что у нас были до этого достаточно качественные возможности, чтобы забить. Увидел вас все время с секундомером, до этого, может быть, не обращал внимания, но тут прям постоянно, каждую смену четко. Это вот такая, как Виктор Васильевич Тихонов завещал, или почему? Не без Виктора Васильевича, это точно. Давно пользуюсь уже таймером. Очень помогает в работе. Спасибо огромное. С победой. До послезавтра. Я думал, Сергей Викторович скажет и вам советы. Да, вот прям на...